Ребят, всем привет! Как и обещал, продолжаю работать над скринером. И в обновлении 22.072, которое выйдет 24.07, на момент записи видео я еще не выложил его. Делаю видео и потом выкладываю. В этом обновлении я переработал весь блок, который работает с шаблонами, с сохранением всех рабочих данных. В предыдущей версии все работало более-менее, но бывали моменты, когда работало некорректно. Итак, во-первых, что я сделал? Я вернул кнопки записать шаблоны по умолчанию и удалить все шаблоны. Теперь, чтобы открыть это меню, достаточно нажать на кнопку вверху. Чтобы скрыть, снова нажимаем, меню исчезает. Сейчас у вас старая версия 22.071 может быть закрытие только по кнопке закрытия. Но все это будет еще дальше улучшаться и перерабатываться. И будет, соответственно, сделано по-другому. Также меню можно открыть с помощью горячих клавиш Shift-R. И перемещаться с помощью кнопок WASD, либо стрелочками справа на клавиатуре. Вверх-вниз, вправо-влево. И кнопка Enter подтверждает то, что вы выбрали. Кнопка Escape закрывает меню, если вы его открыли горячими клавишами. Горячие клавиши работают только, когда активно окно скринера. То есть, если вы активировали какое-то другое окно, то горячие клавиши не работают. На текущий момент это пока так. К сожалению, горячие клавиши программа обрабатывает тогда, когда активно именно ее окно. У меня есть идея, как возможно это нивелировать и сделать небольшой фокус с помощью маленького костыля. Но не костыля, а с помощью решения. Но это надо проверить и хорошо отработать. И, скорее всего, это уже, возможно, выйдет в следующем обновлении в августе. Пока что горячие клавиши работают, когда окно скринера активно. Если оно не активно, горячие клавиши не работают. Вот. Я добавил кнопки записать шаблоны и удалить шаблоны по умолчанию. Если вы знаете, что такое и знаете, как работают стратегии маски. В этом обновлении маски я переименовал на стратегии. Так будет более понятно всем. Замучили вопросом, что такое маска, что такое маска. Я переработал и назвал это стратегией. Так будет понятно. Теперь я хочу еще раз повториться и пройтись по принципам работы с шаблонами в скринере. По принципам работы с шаблонами в скринере. Все сделано по-людски, интуитивно понятно и просто. Все шаблоны работают благодаря вот этим вот четырем кнопочкам. Дискетка и цифры 1, 2, 3. Важные правила. Вот вы их запомните. И если вы их не запомнили и не понимаете, что происходит, переслушайте то, что я говорю. Все сделано по-людски, просто и понятно. Первое. Если для нового финансового инструмента нет ваших сохранений, вы ничего не делали, то для этого инструмента будет загружен шаблон по умолчанию. Шаблон по умолчанию создается при самом первом запуске скринера. То есть вы первый раз его поставили на свой компьютер. И в этот момент скринер открывает график, очищает его от всего и создает пустой такой шаблон по умолчанию. Если вас это не устраивает и вы хотите создать другой шаблон по умолчанию, который будет применяться только к новым финансовым инструментам, вы настраиваете графики так, как вам нужно. цвета, индикаторы, свечи, бары, разделители периодов и нажимаете на кнопочку записать шаблон по умолчанию. Все, что вы сделали, будет применяться к новым финансовым инструментам. Графические объекты типа трендовых, трендовых линий вот таких вот не рекомендую сохранять, иначе это будет применяться ко всем графикам. А у некоторых графиков цены 151, а у каких-то 40 тысяч. А вот эти тренды, они привязываются именно к ценам. Соответственно, на финансовом инструменте типа биткоин эта линия тоже появится, но она будет далеко внизу на отметке 151 доллар. Поэтому шаблоны по умолчанию и шаблоны стратегий лучше графические объекты не ставить. Они будут переноситься. Теперь, как работают шаблоны по умолчанию, как это было сделано? Если для финансового инструмента нет шаблонов, загружается шаблон по умолчанию, о котором я рассказал. Если ранее вы создавали какой-то шаблон или заходили на этот финансовый инструмент, то для этого финансового инструмента создается шаблон, и он всегда будет загружаться. Абсолютно всегда. Независимо от кнопок, нажимали вы кнопки, не нажимали. Если какая-то работа уже была сделана по финансовому инструменту, она всегда будет загружена. Дальше. Если у вас не выделен значок, вот видите, я выделяю цветом значок. Если у вас значок цветом не выделен, то есть вот он черный, вы все выключили, это значит, вот дискетка, если она выключена, это значит, что вы выключили автоматическое сохранение. Вы выключили все. Ваша работа, которую вы делаете, она не будет сохраняться на графиках. Вот то, что тут сейчас отображается, это мои записи. Если выключено, то что бы вы ни нанесли, и какие бы вы разметки ни нанесли, какие бы вы трендовые линии ни нанесли, они не сохраняются. Видите, все удаляется. Потому что не включено автоматическое сохранение. Но даже в этом случае вы можете сделать принудительное сохранение. То есть выделить, не выделить, а на графике нанести все, что вам надо, трендовые линии. Затем кликнуть, обязательно кликнуть по окну скринера и нажать горячей клавишей Shift-F. Shift-F вы нажали, и ваша работа вся будет сохранена. Видите, все мои объекты сохранились, хотя кнопки все выключены. То есть, повторяюсь, если для финансового инструмента шаблонов нет, загружается шаблон по умолчанию. Либо который был сделан системой по умолчанию, все графики пустые, либо тот, который вы сделали и сохранили с помощью кнопки записать шаблон по умолчанию. Если кнопки не нажаты, всегда будет загружен результат, который был вами ранее сделан, или шаблон по умолчанию. Если кнопка дискетки горит, светится красным цветом, горячие клавиши использовать не нужно, все будет сохраняться автоматически. Вот инструмент ASML. Я добавляю индикатор Force Index. Видите, я ухожу на другой инструмент, возвращаюсь, автоматически он был сохранен, и вся работа сохраняется автоматически. Я сделал здесь какие-то разметки, ушел, вернулся, все сохраняется, потому что включено автоматическое сохранение. Если это все понятно, то это первый блок, как работает сохранение. Самое главное, что вам нужно понять, что если дискетка есть, все сохраняется, так как все ваши чертежи, все абсолютно сохраняется. Если вы выключили дискетку, то нужно кликнуть по скринеру и нажать Shift-F. Я повторяюсь многократно, потому что много вопросов возникает. Поэтому я все повторяю, повторяю, повторяю. Еще, наверное, несколько раз это все повторю. Теперь, это главный основной блок, который работает. Если у вас есть большое количество шаблонов, то есть вы не поняли, как это работает, гуляли по финансовым инструментам с нажатой кнопкой, то, конечно, все шаблоны сохранялись, вся рабочая область сохранялась. Потом вы решили работать, чуть-чуть подразобрались и переходите на какие-то финансовые инструменты, а там у вас какие-то наработки, которые на каждом новом инструменте встречаются. Чтобы от этого избавиться, вы можете сделать, удалить все шаблоны, выбрать кнопку «Да». Читаем. Будут удалены шаблоны финансовых инструментов. Не удаляются стратегии, статические шаблоны, шаблоны по умолчанию. «Да» удалить. Нажимаем «Да». Удалено 14 шаблонов. Теперь, после того, когда вы удалили, то остается там статический шаблон, он не удаляется в любом случае. Видите, у меня все чистенько, нет шаблонов. Я все шаблоны почистил, все сохранения почистил. Теперь я создам шаблон по умолчанию. Я хочу, чтобы всегда на новом инструменте открывался набор вот этих вот индикаторов. Ну и, например, еще вот этого индикатора. Я захожу, нажимаю «Записать шаблон по умолчанию» и я удаляю все статические шаблоны, которые успел создать, пока вам демонстрировал. Все. Теперь, на какой бы инструмент, на новый я не перешел, если для этого инструмента нет шаблона, а его нету, потому что он был удален мною, то будут загружаться шаблон по умолчанию, который я записал. Надеюсь, с этим понятно. Далее. Это проехали, теперь второй вагон, второй блок работы с шаблонами, что позволяет скринер делать и что было улучшено и обновлено. Есть вот такие три кнопочки. Эти три кнопочки, они называются стратегией. То есть, вы можете набрать какой-то список индикаторов, сделать какую-то расцветку окон, например, вот давайте «Чайкин осциллятор» я поставлю сюда, «Буллс Пауэр» я сюда поставлю, а, например, на второе окно я закину «Аллигатора». Видите, вот я такую стратегию собрал, например, три экрана Элдера или стратегию «Пин Бар». Затем я захожу сюда, выбираю «Стратегия 1» и все это сохраняется под «Стратегией 1». Затем, когда я перехожу на какой-то финансовый инструмент, я нажимаю «Стратегия», анализирую, там работаю, что-то делаю, вдруг идет какое-то движение, я думаю, блин, а что же сейчас мне покажет стратегия Элдера? Нажимаю клавишу «1» и загружается именно эта стратегия. Давайте соберем для примера еще одну какую-нибудь стратегию, просто соберем стратегию. Я добавлю сюда в окно «Аллигатор», во второе окно тоже добавлю «Аллигатор» и что тут у меня есть, и еще добавлю свой «ВР-систем», то есть вот это вот, и сохраню это под номером «2». Сохранил я это под номером «2», и теперь, когда мне нужно применить эту стратегию, я нажимаю цифру «2», и у меня всегда будет применена эта стратегия. Если я нажму цифру «1», то будет применена стратегия Элдера. Нажму цифру «2», будет применена моя стратегия. Могу сохранить еще одну, третью стратегию, например, убрать индикаторы. Я убрал все индикаторы, тут есть список объектов, надо его тоже почистить. И я создал другую, третью стратегию с моментумом, например, и записал ее под стратегией номер «3». Все, теперь, когда мне нужно увидеть «Л-драй», нажимаю «1», когда мне нужно увидеть свое «Систем», когда мне нужно увидеть «С моментумом», нажимаю цифру «3». Если я не хочу смотреть стратегии, я возвращаюсь на дискетку автоматическое сохранение или просто отжимаю клавишу и я тогда возвращаюсь на свой рабочий шаблон. Ну, вот, например, как это выглядит в работе, как это у меня в работе выглядит. Я использую всегда автоматическое сохранение, чтобы ничего не потерять. Затем я, например, прочертил две трендовые и это автоматически будет сохранено. Супер, здорово. Что это у нас? Акция АЕМ. А как она будет работать с моей первой стратегией? Что первая стратегия покажет? Индикаторы вот что показывают. А вторая стратегия по моей VR-систем что показывает? Вот что показывает. А моментум что показывает? Моментум вот что показывает стратегия. Ладно, все, мне стратегия не надо, я хочу продолжить свою работу. И я работаю дальше. Обратите внимание на то, что, например, вы можете сделать такую фишку открыть стратегию, которую нам надо. И вы всегда хотите видеть эту стратегию на финансовом инструменте BIM. Вы выделяете скринер кликом, нажимаете Shift-F и происходит принудительное сохранение шаблона для этого финансового инструмента. теперь даже когда вы вернетесь к автоматическому сохранению шаблонов для финансового инструмента BIM будет всегда показано то, что вы для него сохранили. Включено автоматическое сохранение, вы работаете дальше, чертите свои тренды, делаете свои какие-то разметки, уходите, возвращаетесь и все показывается. То есть вот таким вот образом работают теперь стратегии, называется это теперь стратегии для более понятного, для более понимания такого обширного, потому что раньше называлось маски и не все понимали, что такое маска, зачем она нужна. Надо посмотреть по одной стратегии, надо посмотреть по другой стратегии, по третьей. Ага, все посмотрели, нажали кнопку автосохранения и продолжили работать. Если вы, например, посмотрели по стратегии 2, что-то делали, свои вот эти разметки и прочее, и хотите сохранить это с этой стратегией, кликаете на скринере, нажимаете Shift-F и все это сохраняется уже по вашей работе. Ваша работа вся эта сохраняется. Важный момент, что чтобы работала клавиша Shift-F горячая, нужно кликнуть по окну скринера. На текущий момент, если выделено другое окно, то горячие клавиши не понимает скринер. Он, грубо говоря, в ожидании сидит и не слышит эти клавиши. Есть у меня идея, как попытаться реализовать, чтобы скринер слышал клавиши с других графиках, но это я уже постараюсь реализовать в следующем обновлении. Я сначала проверю, будет это работать и не будет ли каких-то тормозов, и если все будет работать отлично, я это реализую. Если будут какие-то проблемы, буду искать решение, но пока не добьюсь, потому что сохранение Shift-F, если будет работать в других окнах, то это будет вообще шикарно и шикарно. То есть вообще даст волю рукам, можно будет делать все, что хочешь. Хочу обратить отдельное внимание, что в этом обновлении прям очень сильно увеличилась скорость работы с шаблонами. Обратите внимание, с какой скоростью меняются финансовые инструменты. Это учитывая, что сегодня еще в воскресенье еще цен нет. Это еще нужно учесть то, что я сделал небольшую задержку перед сменой финансового инструмента, для того, чтобы гарантированно сохранялись и загружались шаблоны. И при этом все работает очень быстро. Обратите внимание, как работает мой индикатор. Это кастомный индикатор, то есть это не из терминала MetaTrader 4, это мною запрограммированный. То есть он написан экономно, он написан грамотно, он не рассчитывается прям по всей-всей-всей истории. Он рассчитывается за определенное количество баров, что позволяет экономно работать. И в итоге скорость его отображения, вот она очень-очень большая. Отрисовки довольно-таки приличная и большая. Все, ребят, большое спасибо. Надеюсь, это вас порадует такая работа. И вы сможете улучшить свои показатели. Все, понравилось видео, нравится программа. На текущий момент еще остались бесплатные копии. Переходите в маркете Watchlist and Linker. Можете прям в своем терминале. Вот в своем терминале MetaTrader 5 или MetaTrader 4. Заходите в Эксперты. Здесь набираете VR Watch. И вот он его вам показывает. И видите, free. Бесплатно. Еще остались пока бесплатные копии. Нажимаете скачать. И он устанавливается в ваш терминал. Вот она пошла загрузка. Вот он уже установился. И попадает он в папочку Market. Попадает в папочку Market. И уже отсюда вы перетаскиваете на графике. Можете работать. Пока еще бесплатные копии есть. Их немного. Я думаю, что сегодня вечером уже будет все закончено. Весь лимит будет роздан. Вот поэтому поспешите, поторопитесь, скачивайте. Все. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч.